Прыг! Выше! Выше! Приседать было нельзя! Надо прыгать! Прыгать как лягушки! Постоянные бомбёжки, голод, страх и потеря близких для детей войны – это всё не просто слова, а их детство. Тяжёлые условия жизни в годы Великой Отечественной войны – для них это впервые. Нет опыта старших поколений, некому помочь и подсказать. Некоторым из них пришлось столкнуться с жестокостью, пережить ужасы, которые происходили в концлагерях. Свои переживания и воспоминания дети записали в дневники. Именно эти подлинные истории легли в основу музыкально-драматического спектакля «Отголоски». Постановку показали в Театре музыки и шоу «Третий Рим». Для меня спектакль очень непростой. Я его воспринимаю очень близко к сердцу. Каждая история каждого дневника, она как будто проходит через тебя. И оставаться с холодным носом и безучастно и равнодушно очень сложно. И мне кажется, что этот спектакль очень важен для каждого из подростков, которые сейчас в нём играют. Потому что они приобретают какое-то своё чувствование и восприятие жизни. Автор и режиссёр спектакля Владислав Мамотенко играют в постановке актёры из его московской театральной студии «Про театр». Впервые спектакль показали в мае 2021-го. За три года он постоянно менялся. Артисты взрослели, их восприятие становилось другим. Спектакль был участником седьмого книжного фестиваля на Красной площади и проекта Министерства культуры Российской Федерации. Его каждый год показывают на разных сценах в преддверии Дня Победы. Артисты обыгрывают те события, о которых рассказывают дети войны в своих дневниках. Это ребята от 5 до 14 лет. Им пришлось расти в тяжёлых условиях того времени. У меня роль была Женя Белькевич, которой 6 лет. Во время блокадного Ленинграда она увидела, как убивают её маму прямо на глазах. От неё ушёл папа на фронт. И они остались просто со своим братом и сестрой. Потом их... Немного зайдём дальше. Потом их семья приёмная забрала, и по итогу у них всё хорошо сложилось. Я очень люблю такие роли, в которых можно выплеснуть всю себя. Я очень люблю проживать и входить в образ на все 100%. Поэтому для меня это в удовольствие. Чтобы создать нужную атмосферу, во время спектакля играла симфоническая музыка. Были вокальные партии в живом исполнении, а также всё сопровождалось кадрами военной кинохроники. Технические особенности иммерсивного театра «Третий Рим» помогли зрителю практически стать участником происходящего на сцене. Полностью всё прочувствовать. Среди зрителей были школьники. Такой рассказ о событиях Великой Отечественной войны помогает им понять, с чем пришлось столкнуться тогда их сверстникам. Это было очень классно, очень круто. На моменте не могли сдержать слёз, потому что очень трогательный был момент, когда начали рассказывать про родителей, про маму с папой. Это было очень глубоко, проникновенно. И это очень такие тяжёлые моменты были. Местами ты, правда, попадаешь в какую-то истерию и проживаешь, правда, вот эти моменты вместе с героями. Ребята большие молодцы. Был очень трогательный спектакль. Вместе с актёрами мы пережили эту историю и как будто попали в годы Великой Отечественной войны. Ну, мне очень сильно понравился этот спектакль, прям очень душевно. Актёры прям передали всю эту атмосферу, прям пережили эту эпоху. Мне очень понравилось, прям душевно. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Ура! Вот и наступила долгожданная победа. Война закончилась. И то, как это пережили дети, тоже показали в спектакле. Как говорится, это радость со слезами на глазах. Евгения Коломейц, Владимир Парфёнов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Продолжение следует...